Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я приветствую вас на канале Процветок. Сейчас начало сентября. Прекрасное время сбора урожая. В садах очень много яблок. И, конечно, встает вопрос, что из них полезное приготовить. Среди джемов, соков, всевозможных десертов нужно выделить такое весьма распространенное кулинарное блюдо, как яблочный пирог. Многие по традиции его называют шарлоткой. И хотя шарлотка на самом деле это что-то совсем другое, но будем его именно так и называть. Хотя на самом деле это яблочный пирог. Что ж, сегодня я поделюсь с вами своим вариантом, своим рецептом этого вкусного десерта. Для того, чтобы испечь яблочный пирог, нам понадобится 5 яиц. Их нужно взбить с солью, как следует, в однородную массу. Моим главным помощником в этом деле является электрический блендер. Я им кое-что уже сделал заранее. Изюминкой нашего рецепта являются бананы. Дело в том, что я буду делать такой яблочный пирог, который не требует добавления дополнительного количества сахара. К сожалению, в нашей повседневной жизни мы потребляем довольно много сахаристых продуктов. И, к сожалению же, диабеты, диабет второго типа, связанный с какими-то огрехами в питании в том числе, является не таким уж редким заболеванием. Поэтому добавлять дополнительный сахар я не хочу. Я хочу, чтобы мой пирог содержал только тот сахар, который содержится в естественном виде, натуральный сахар из продуктов. Для нашего яблочного пирога мне понадобится 5 бананов. Не выбрасывайте шкурки от бананов. Они являются хорошим материалом для компостирования. Они являются хорошим источником энергии для многих полезных бактерий, в том числе, азотфиксирующих и фосфатмобилизирующих. Скоробки от яиц также пригодятся нам в садоводстве. Растворите их в уксусе и получите прекрасную кальциевую подкормку для многих овощных и плодовых деревьев. Кроме того, нам понадобится яблочный уксус и чайная ложка соды, предварительно разведенная в небольшом количестве воды. Это будет наш домашний разрыхлитель. Для усиления вкуса и аромата нашего пирога я буду использовать ванилин. Здесь у меня ванильный сахар, сахара здесь не так много. И корицу. Корица является одним из самых полезных продуктов из ряда пряностей. Кроме того, не лишнее было бы добавить сюда и чайную ложечку куркумы. Она придаст красивый желтый цвет нашему тесту. Но сегодня я обойдусь и без куркумы. Кроме того, для украшения я возьму ягоды малину. На самом деле, это излишество. Можно обойтись и без него. Нам также понадобится мука высшего сорта. Ну и яблоки. Наилучшим сортом для яблочного пирога традиционно считаются антоновские яблоки. И это правильно. Они вкусные, ароматные. Но из-за того, что я не буду добавлять сюда дополнительное количество сахара, Я взял наш белорусский сорт осенних яблок. Называется иман. У него очень красивая, такая ярко насыщенная кожура. Этот цвет яблоку придают антоцианы. Я нарезал 4 крупных яблока. Ну, можно взять и 5, и 6, особенно если они среднего размера. Не очищая кожуры. Это очень важно. Ведь кожура яблок содержит такой важный антиоксидант, как хлорогеновая кислота. Конечно, по содержанию хлорогеновой кислоты яблоки не сравнятся с зеленым кофе. Однако же, с учетом количества потребляемых яблок с кожурой и количеством потребляемых зерен зеленого кофе, яблоки без сомнения являются лидером как источник хлорогеновой кислоты для нашего организма. При этом она не разрушается в ходе термической обработки. Соответственно, все полезные компоненты кожуры яблок останутся здесь, в нашем пироге. Итак, рецепт очень простой. Я беру 5 яиц, взбитых в пену. Соединяю их с предварительно взбитыми блендером бананами. Добавляю сюда 2 основательные столовые ложки яблочного уксуса. Берите именно яблочный, потому что в нем это продукт биотехнологии. Это такой древний полезный продукт. В нем содержится масса всего хорошего полезного, полезные кислоты, витамины, все полезные компоненты яблок. Поэтому польза нашего пирога существенно усилится. Я вообще очень часто использую яблочный уксус. В том числе и для приготовления различных блюд, и для консервации я использую исключительно яблочный уксус. Да и вообще я использую уксус даже для питья. Я разбавляю 1 чайную ложку уксуса с стаканом воды и использую этот раствор для утоления жажды, для питья, а также для полоскания горла в случае, если у меня начинаются какие-то воспалительные там процессы. Помогает очень хорошо. Хорошо. Добавляю сюда ванильный сахар, добавляю сюда корицу, не жалея прям вот всю пачку. У меня здесь 15 грамм корицы. Считается, что корица способствует снижению уровня сахара в крови. Вроде бы даже есть научные исследования на эту тему, которые это подтверждают. После того, как я смешал компоненты, я прибавляю сюда муку. Муку нужно прибавить до того количества, чтобы тесто приобрело консистенцию такой очень густой сметаны. Но чтобы оно было не слишком плотное, в противном случае туда достаточно тяжело будет вмешать яблоки. Если кому-то нравится, если кто-то любит более сладкие изделия, чем получится этот пирог, хотя я вам обещаю, что из-за бананов он получится довольно-таки основательно сладким. В этом случае сюда можно прибавить, например, изюм. Он здесь совершенно не помешает, станет дополнительным источником калия. А это очень хорошо для тех, у кого есть проблемы с сердцем, а также с почками. Калий является не только для растений важным продуктом, но и для здоровья человека тоже. Что ж, тесто наше практически готово. Видите, консистенция довольно плотная, вязкая. Но когда мы сюда добавим наш содовый раствор, он прореагирует прямо в тесте с кислотами уксуса и выделится углекислый газ, который вот так вот хорошо поднимет, спушит наше тесто и оно будет очень вкусным. Надо сказать, что бананы здесь придают не только сладости этому тесту. Бананы также являются ценным источником калия для нашего организма, также они являются ценным источником кальция и многих полезных аминокислот. В частности, трептофана и других. А эти аминокислоты являются предшественниками серотонина. А серотонин, как известно, является серьезным гормоном удовольствия, образующимся в нашем мозгу. Вот, смотрите, тесто уже поднялось, распушилось и хорошей консистенцией. Я сюда прибавляю яблоки и, как следует, перемазываю, соединяю их с тестом. Вообще, яблок сюда надо вмешать, по моему опыту, довольно много. То есть так, чтобы яблоки были буквально обмазаны этим тестом. После того, как яблоки с тестом тщательно соединились, выкладываем это все на противень, предварительно смазанный маслом. Вот у меня здесь такая стеклянная форма. Кое-кто ее наверняка помнит. Форма не должна быть заполнена полностью этим тестом с яблоками. Почему? Потому что в процессе выпекания тесто будет немножечко подниматься, подходить. И для того, чтобы избежать его выбегания, вытекания из этой формы, соответственно, очень хорошо, чтобы у нас здесь был запас места. Итак, у меня форма заполнена. Тесто пышное. Яблок здесь много. Довольно сладкий сорт иммант белорусский. У него, кстати, вот такая характерная черта. У него хвостик буквально сросшийся с самим плодом. Здесь нет такого углубления, которое характерно для других сортов. Хороший белорусский надежный сорт. Мне очень нравится. Что ж, сейчас мы ставим это все в духовку до полного приготовления. Слегка пирожок украсил еще дольками яблок. Вот такой вот этот сорт иммант красивый белорусский. И вот здесь у меня стоит на готове малина. Я ее сразу перед выпеканием на наше тесто не укладываю, для того, чтобы она слишком не подпеклась. А вот уже, когда пирожок наш будет в состоянии полуготовности, тогда я выниму из духовки и украшу сверху малиной. Что ж, наш пирожок сейчас в полуготовности. Мы эту полуготовность определяем так, что вот корочка уже есть, но он еще там такой вот жиденький, мягенький, в кое-каких местах. Если его так проколоть, там еще будет, видите, сырое тесто. Но корочка уже есть. Но это хороший сигнал к тому, что сейчас его можно украсить малиной. Вот так вот ее равномерно разбросать по поверхности и снова отправить в духовку для окончательного запекания. Что ж, наш пирожок полностью готов. Малина хоть и побывала в духовке, но как живая. Вот можно проткнуть ножиком. Видите, ножик совершенно сухой. Можно в другом месте еще попытаться проткнуть. Можик совершенно сухой. Это означает, что пирожок совершенно испекся. Малина пахнет, пирожок пахнет ванилью и корицей. Выглядит красиво. Можно даже на какой-то такой торжественный стол подавать. Будет и вкусно, и красиво, и оригинально. Всего хорошего. На этом я с вами прощаюсь. Крепкого здоровья, хорошего настроения. До встречи.